Ингушетии за последние годы удалось достичь хороших показателей в отраслях промышленности и цифрового развития. Санкции в какой-то мере сыграли на руку, дефицит зарубежных товаров и финансовая поддержка, оказываемая предпринимателям, открыли новые возможности для развития промышленности в Ингушетии. Об этом министр промышленности доложил главе региона Махмуду Али Калиматову, подводя итоги работы министерства за 2023 год. По итогам третьего квартала 2023 года показатель индекса промышленного производства составил 110,6%. Это по отношению к аналогичному периоду прошлого года. И в сфере обрабатывающей промышленности у нас 109,8%. На сегодняшний день промышленность Ингушетии формирует более 10% валового продукта региона. Сейчас в Ингушетии функционирует более 600 предприятий, на которых задействовано около 25 тысяч человек. И это порядка 14% трудоспособного населения. Цифра растет с каждым годом благодаря субсидии от Фонда развития промышленности. В целях капитализации Фонда развития промышленности Республики министерство дважды успешно принято участие в конкурсном отборе Минпромторга России на предоставление единой региональной субсидии промышленным предприятиям. В этом году мы выдали двум предприятиям 55 миллионов из Фонда развития промышленности и совместный займ предприятию «Бестбренд» в размере 200 миллионов был выдан. Значит, из них 20 миллионов – это из Республиканского фонда развития промышленности и, соответственно, 180 миллионов – из Фонда развития промышленности России. При конкурсном отборе на финансирование предпочтение дают тем проектам, которые направлены на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или на замену импортных товаров на отечественные. Так, около 50 миллионов из Фонда были выделены на закупку оборудования компании ПК «Ама», которую уже в следующем году включат в алюминиевый кластер. Она будет производить импортозамещающую продукцию, а именно комплектующие из алюминия для светопрозрачных конструкций. Еще одним победителем грантового конкурса стала компания «Бестбренд», которая принесет Ингушетии многомиллионные налоговые вычеты. Стоимость проекта составит 762 миллиона рублей и будет создано около 70 рабочих мест. В рамках данного проекта будет производиться в год около 96 миллионов готовой продукции. В 2023 году 480 миллионов было выделено на строительство новой подстанции в Сунджи. Ввести в эксплуатацию планируют в концу следующего года. Она сгенерирует 26 мегаватт. Половина из них будет потреблять сунджинский агромкомплекс. Также в декабре прошлого года главой Ингушетии был дан старт строительству завода по производству локальных очистных сооружений. Для нас это правда историческое событие. Для нас это 100 рабочих мест. И мы должны благодарить инвестора. Спасибо им говорить, что именно в нашей республике закладывается завод. И знаете, у нас географически мы очень удобная республика. В смысле для бизнеса, для хороших дел. Потому что логистика у нас есть. У нас железнодорожный транспорт есть. У нас федеральная трасса есть. Международный аэропорт, вот сейчас дооформляй его, статус у нас уже есть. То есть мы можем развиваться. И самое главное, и приятное, что все социальные объекты мы в проекте уже закладываем. Школы, детские сады, которые у нас строились, больницы, чтобы были очистные сооружения. Искренне благодарен Алексею Александровичу и вообще компании, которые начали сразу работать. Ингушетия сегодня в числе развивающихся регионов. И это отметил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России, который осенью посетил наш субъект. В прошлом году Минпромсвязи перевели дополнительно 86 социально значимых услуг в электронный вид, которыми жители теперь могут воспользоваться на портале госуслуги. Цифровое развитие Ингушетии продолжает улучшать качество жизни Ингушетии. Регион уже находится на цифровой трансформации в государственном управлении промышленности, социальной сфере развития профильного образования. В ближайшем будущем будет решена и проблема IT-кадров. По договоренности главы Республики Ингушетии Махмуда Алимакшилибовича Калиматова и известного мецената Михаила Гуцриева, в марте 2024 года планируется открытие IT-академии. На базе обучающей программы Сберы, школа 21, ежегодно будет выпускаться около 500 IT-специалистов. Также для иногородних учащихся будет функционировать IT-отель для их бесплатного проживания. Сделать Ингушетию одним из самых прорывных регионов, создать здесь все условия для того, чтобы каждый молодой человек и просто житель Республики смог найти себя в разных сферах. Вот цель проектов, которые в Республике реализуются в МАР. Все предусмотрено здесь. И понимаете, которые смогут работать у себя, дома или в каком-то... Он в Барково, в Овеце, в Ходдов, да, в Барково. Если не было поддержки, ничего. И спасибо, что вы поверили, что вы верите в нас. Мы, конечно, все это сделаем, даже не сомневайтесь. В течение пяти лет это будет новая технологическая республика. Совершенно по-другому мыслящие люди. Вы это увидите. И это никакое не чудо. Это делают во всех местах. Это сделано в Америке, это есть в Москве. Сейчас делают в Казани. Мы пятая территория страны. В Пятеркино. В России пятая территория. В России пятая мы, да. Москва, Новосибирск, Казань. Кто еще? Четвертый, Перемь или кто? Сургут. Сургут и мы пятые. Но это богатые регионы. Сургут это нефтяная. Но мы тоже богатые. Но мы сейчас тоже богатые жители. Проект станет одним из самых востребованных среди молодежи. Здесь будут растить настоящих IT-профессионалов. Развивается и транспортная сеть республики. В прошлом году был заложен план по реанимированию железнодорожных путей в сторону Грозного. В 2023 году с коллегами из Чеченской республики, Министерства транспорта Российской Федерации и РЖД был отработан вопрос по разработке технико-экономического обоснования для восстановления железной дороги на Зрань-Грозный. В январе 2024 года мы планируем законтрактоваться на эти работы. И во втором квартале 2024 уже будут результаты. И далее уже будет ставиться вопрос по проведению восстановительных работ. Минпромсвязью была проделана работа и по усовершенствованию внутрисетевого транспортного маршрута. При распределении транспортного средства все обращения граждан будут учтены и ваши указания в том числе по Аштам, Камжираске, Район, Перегородный, Молгобег, Магаз, Молгобег, Назрань, Параляк. При этом еще в каждом городе будут у нас муниципальные маршруты. То есть по Магазу, по Молгобегу их сейчас нет. В ходе подведения итогов работы Минпромсвязи глава региона отметил проблему с загруженными остановками по проспекту Зязикова в Магазе. Магмуд Али Калиматов поручил министру проработать этот вопрос. Надо нам посмотреть, транспорт-то понятно, сел, удобно ехать. А еще ситуация, где он, посадку осуществляет пассажир. У нас налоговая, приставы, все-все-все органы здесь. Надо четко знать. Пусть он придумает по Чахиева, там, например, две остановки, три пусть делает. И половина у нас тогда не будет на Зязиково столько всего. А здесь нам потом добавится, сейчас как только площадь сделаем, здесь очень много будет людей. Поэтому нам нужно, чтобы как-то разгрузить эту ситуацию. Хорошо? Увеличилось количество авиарейсов и у аэропорта Магаз. Из Международной воздушной гавани уже осуществляются прямые рейсы в Самару и Петрозаводск, которые активно пользуются спросом у населения. В 2024 году планируют добавить еще несколько необходимых для жителей маршрутов. Значит, в 2024 году мы планируем пять рейсов. Это Москва, Самара, Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень. Это мы планируем круглогодичные рейсы. И на весенне-летний период это Уфа, Екатеринбург и Петрозаводск. Министр промышленности и цифрового развития заверяет, что 2024 год будет не менее насыщенным. Уже одобрена заявка на займ в 50 миллионов рублей промышленной компании. Планируется полностью обеспечить людей удобным, комфортным и безопасным общественным транспортом. От уровня развития промышленности напрямую зависит количество новых рабочих мест. Рост экономики способствует улучшению качества жизни населения в целом. Адам Гулоев, Джамалил Султыгов, Новости 24.